Фортуна сопутствовала авангарду в домашнем матче с Адмиралом. Ведя со счетом 3-0, хоккеисты упустили преимущество. Чем все закончилось, расскажет Владимир Истомин. Новичок авангарда, белорусский форвард Артем Волков, вышел на лед с первых минут. Героем стартовой третьей матча стал не он, а капитан Ястребов Сергей Калинин, дважды отправивший шайбу в сетку ворот Адмирала после точных передач Дениса Паршина. Когда на 28-й минуте Денис Куляш неожиданно бросил с разворота и попал точно под планку, то преимущество за счетом 3-0 выглядело как солидный победный задел. Адмирал придержал свои козыри, стоило гостям взвинтить скорость и все изменилось. Дальневосточники перехватили инициативу, за 55 секунд сократили разрыв до минимума, а за две минуты до второго перерыва Александр Горшков отправил третью шайбу в ворота Ястребов, который защищал Денис Костин и счет стал равным 3-3. Все решилось в третьем периоде, пошла игра до гола. Удача улыбнулась нашей команде. На 53-й минуте Чат Каларик бросил с острого угла и шайба, задев ногу защитника Адмирала, залетела в ворота. 4-3 победа Авангарда. Мы разобрались, как действует в атаке соперник. Сделали выводы, стали лучше перемещаться, играть в более командный хоккей. И это помогло нам выиграть. Трудно побеждать, когда соперник отыгрывает преимущество в три шайбы. Мы очень рады, что нам удалось это сделать. И мы взяли верх в таком трудном поединке. Главное декабрьское испытание у ястребов еще впереди. В течение месяца мячи проведут 7 матчей на выезде в городах пяти государств. Все начнется в четверг поединком в Астане. И только 28 декабря большой хоккей вернется в Омск. Авангард сыграет с Борисом на своей площадке. Владимир Стомин, Александр Филиппов, Антенна 7.